Валерий Владимирович, что из себя представляет свиной грипп, чем он отличается от обычных инфекций, и при чем здесь вообще свинья? Я вам расскажу. Вообще в природе существует огромное количество вирусов гриппа. И все эти варианты вируса гриппа, которые сейчас циркулируют в популяции людей, они изначально были сформированы и циркулировали в популяции животных. Грипп выделяется даже из популяции китов. Даже у них выделяли некоторые подвиды вируса. Их огромное количество, их несколько сотен подвидов разновидностей по антигенному составу. И вот в течение эволюционного развития этот вирус в какой-то момент приобретает возможность перейти из популяции животных в популяцию людей, преодолевает так называемый межвидовой барьер. При чем здесь свинья? Свинья – это один из уникальных элементов живой природы, где одновременно могут быть и вирус гриппа из популяции людей и из популяции животных. Это некий смешивающий сосуд, где при нахождении одновременно эти вирусы могут обменяться определенными своими структурными элементами, которые как раз и придают новую форму тому варианту вируса, который из свиньи попадает обратно в популяцию людей. То есть свинья – это тот орган, организм точнее, в котором и формируются новые опасные, в данном случае, как это было накануне 2009-2010 года, новые подвиды вируса из природы в популяцию людей. В 2009 году, когда мир впервые столкнулся со свиным гриппом, он прошелся по всему миру, уже выработался определенный коллективный иммунитет. Так чем он опасен сейчас? Он, зайдя в 2009-2010 году, остался в популяции, и он ежегодно какую-то часть населения вовлекал в заболеваемость. Но таких осложнений мы, конечно, уже не видели. Сейчас мы пережили такой перерыв в циркуляции этого вируса. Два года его практически не было. Это говорит о чем? О том, что, во-первых, накопился пул людей, которые с ним и не встречались, то есть абсолютно к нему восприимчивы. И тем более, если они не привились, что абсолютно минус в этой истории. И еще один момент. Даже те, кто встречался много лет, уже утратили напряженность иммунитета. То есть для вируса сейчас есть определенная прослойка среди населения, которые к нему восприимчивы. Вот если из года в год идет, так скажем, проэпидемичивание и встреча с определенным количеством людей в отношении этого вируса, то как бы и ситуация по заболеваемости, она несколько, так скажем, снижает свою напряженность. А вот тут два года его не было, и появились новые, так скажем, восприимчивые организмы. Вот в этом есть потенциал негатива в отношении гриппа. То, что сейчас происходит, такого точно не было последние два года. Прошлый год, вот если вспомните, мы даже и не делали акцент на то, что грипп, да, это опять точка нашего внимания пристального. ОРВИ как-то значимо вмешалась в события, связанные с COVID-19. Но уже в прошлом году специалисты, те, кто плотно занимается вопросами прогнозирования, эпидемиологи, инфекционисты, как раз и предполагали, что вот вариант выхода COVID-19 и состояния пандемического в сезонный вариант будет сопровождаться тем, что он будет сдавать позиции, а эти позиции займет другая инфекция. Не бывает так, что вот пусто, да. В любом случае вот свое место займут другие инфекционные агенты. Но можно так сказать осторожно, что это один, одно из все-таки ожидаемых проявлений перехода. Я думаю, пройдет еще, наверное, полгода или даже год, когда можно будет приобрести больше уверенности заявлять вот так. Сейчас многие люди, когда сталкиваются с недомоганием, наверное, думают, что все это коронавирус, потому что последние 2-3 года мы практически только с ним и сталкивались. Так чем все-таки по симптомам отличается грипп, свиной грипп и коронавирус? Для гриппа характерно более острое начало. И грипп всегда этим отличался. То, что пациент буквально в течение нескольких часов из состояния относительного здоровья превращается в больного. Вот раз после обеда. И все, появилась резкая слабость, повысилась температура, уже абсолютно нет способности доработать свой рабочий день. Или детишки становятся капризные, вялые, перестают кушать. И явно видно, что охота им полежать там, да, уже активно не действует. И все это одновременно, конечно, сопровождается резким подъемом температуры. И проявления, характерные для ковида или ОРВИ с первых дней, вот эти местные проявления в виде насморка, кашля, заложенности в горле, боли в горле, для гриппа в первые дни не характерны. И лишь только на второй-третий день появляется симптом в виде сухого надсадного кашля. Из тех цифр, которые мы получаем по результату лабораторного исследования, пока доля частоты встречаемости именно гриппа в структуре ОРВИ составляет 10%. В структуре вот этих 10%, 95% это вариант H1N1. И в конце хотелось бы попросить вас дать какие-то рекомендации нашим зрителям, жителям Алтайского края. Ну, абсолютно точно нужно внимательно сейчас относиться к своему здоровью, одеваться по сезону, по возможности избегать скопления людей. Если еще не привитый, остается уже остаточные такие возможности у нас все-таки поставить прививку против гриппа. Ну, а в случае, если развилось заболевание, абсолютно точно не паниковать, потому что с большей вероятностью это не ковид, а ОРВИ, или может быть чуть реже это, да, сейчас реализуется грипп. Поэтому первое, что нужно сделать, это обратиться за медицинской помощью в территориальную поликлинику. Не надо при ухудшении самочувствия или появлении кашля или температуры 37,5 взрослому человеку сразу вызывать скорую помощь. В этом нет необходимости из практических соображений, потому что скорая помощь приедет, осмотрит, даст какие-то короткосрочные рекомендации, но потом все равно будет следующий шаг, это обращение за медицинской помощью в амбулаторное звено, потому что взрослому человеку требуется больничный лист, требуется долгосрочное наблюдение. Поэтому вариант обращения за медицинской помощью, пусть это будет звонок в колл-центр, запись через госуслуги. И тогда все будет оптимально в плане и назначения, и дальнейшего введения, и предоставления всех необходимых документов.